Аркадьевич Горбадей. Человек против мозга. Кто? Кого? Вот. Я опять повторюсь, что создалась очень удачная ситуация для моего выступления. Но начну я его со слов благодарности вам, Александр Иванович. А мне тут за что? Потому что это вашими усилиями, вот эта относительно небольшая кучка людей, она на самом деле растет на глазах в том смысле, что с каждой следующей субботой мне гораздо приятнее уже слушать практически любого выступающего. И теперь я хочу сформулировать пару-тройку тезисов, вокруг которых построю свое сегодняшнее выступление. Итак, напомню название. Человек и его мозг. Кто кого? Вот я могу сейчас прямо вот здесь на моем компьютере, который сегодня уже в исправном состоянии, его отремонтировали, я могу сейчас включить выступление Татьяны Владимировны Черниговской. Нет, ну мы знаем, мне надо сейчас... Нет, минуточку. Вы ничего не знаете. Вы думаете, что знаете, но на самом деле вы ничего не знаете. Нет, Черниговской не знаете. Послушайте, значит, не перебывайте меня, когда я выступаю. Итак, я еще раз хочу обратить внимание, что я с этой госпожой Черниговской познакомился благодаря Яндексу. Это было в конце 2016 года в Питере, где я был на соревнованиях по настольному теннису. А Яндекс мне сказал, что вот будет такое выступление. Я же ее совсем не знал. А Яндекс уже знает, что я занимаюсь мозгом, потому что я уже к этому времени много текстов опубликовал. И вот он меня свел, и я там заплатил, я не помню сколько, я в этом зале, в котором она выступала, начал ее слушать. На десятой минуте ее выступления я не выдержал. Так вы же агностик, что вы тут несете нам всем? Но зал-то ее слушает с удовольствием. И я сейчас хочу обратить ваше внимание, что агностицизм – это главнейший вирус мозга любого живущего человека. Любого, вот здесь присутствующих. И суть этого агностицизма как раз и состоит в том, что человек думает, что он знает чего-то. Астрофизику, музыку, медицину и так далее. На самом деле он воображает, что думает. На самом деле он не знает этого. И я сегодня вам буду готов продемонстрировать, что вся медицина не знает, что такое человек. Они разрубили человека на тысячи кусочков, или даже еще больше. Это точно так же, как юристы, эти самые государственники, те, которые законы пишут. Они точно так же разрубают государство на кутские. У них есть конституционные законы, которые священные. Вот все, что там написано – это ого-го. А потом они в конкретных законах извращают то, что написано в конституционном законе, с точностью, да наоборот, только раз плюнуть. Так вот я хочу обратить внимание на то, что я в прошлый раз немножко задел нашего уважаемого музыканта и астрофизикой. Я ему немножко эту шпильку послал. Зачем? А вот вы сейчас послушайте, на самом деле эта шпилька всеобщая. Всеобщая для всех, а не только для него. А шпилька состояла в том, что я просто детский вопрос задал. Существует ли бесконечность? Он быстро ответил, сказал «да». Конечно. Да, вот. И я уже, я сразу ему сказал, что это означает, что вы не знаете, как работает ваш мозг. Ответьте, господин Тимошенко, на простой вопрос. В каком месте мозга, в каком кубическом ангстреме расположена ваша бесконечность? Совершенно понятно, что это бессмысленное словоупотребление. Так вот, я хочу обратить внимание на другую часть. На другую часть. Почему медики не лечат, а калечат? Именно потому, что каждый там ушник, этот самый, сердечник и так далее, они все разбиты на кучи. Появились новые кучи там. Нефролог. А что такое нефролог? Оказывается, это, будем говорить, печеночник. Потому что нефро – это печень. И почему они вдруг стали такими интересными? Да потому что оказывается, что печень на что-то влияет. А вот как, что конкретно, никто же точно не знает. Все просто болтают об этом. Так вот, еще раз обращаю внимание, почему я ослеп за последние пять лет под наблюдением всех офтальмологов. И теперь мой голос звучит все громче против современной медицины, это неважно, не только российская. Вся мировая медицина, на самом деле, в стагнации сильнейшей. Почему? Да потому что я же вам это объяснял уже. Потому что, на самом деле, когда люди взаимодействуют друг с другом за деньги, то это и было за всю предыдущую историю человечества плюсом, оно давало результат. А за последние, скажем так, ну, примерно лет пятьдесят – это уже сплошной минус. Ну, скажем, после предыдущей Второй мировой войны. Какое-то время все-таки было какое-то взаимодействие. И сейчас мы живем, как говорится, в этом самом мире ялтинском, да? Вот. И я уже в прошлый раз говорил о том, что полная аналогия имеется между свой-чужой во всем мире, который и делит сейчас на различные империи. Я уже объяснял вам, что империя является империей языка. А язык – это то, что в мозгу есть. Вот снаружи этого нет. Если мы общаемся словами, то это означает, что мы пытаемся передавать друг другу мысли через сотрясение воздуха, то есть через атмосферу. Это физический процесс. Этот физический процесс имеет частоты, ну, там, скажем, от 10 Гц до 22 кГц. Так, примерно. И на самом деле я вам уже объяснял, что мозг именно потому является божественным устройством, что он способен работать, я в прошлый раз это говорил, на частотах до 300 ГГц. Вы ведь все слышите это слово, но совершенно не понимаете, что это такое, потому что вы свою интуицию не развиваете до такой степени, которая соответствует физическим свойствам мозга. Поэтому мы все живые люди, недоумки, в том смысле, что мы можем гораздо больше знать и уметь, но по самым различным причинам каждый сам себя ограничивает. Вот я надеюсь, я понятен сейчас, вот то, что я говорю, потому что я теперь это все уже буду не просто говорить вот перед той или иной десятками, или двумя десятками людей, которые, ну, приходят сюда из любопытства, еще из каких-то соображений. Но, на самом деле, мы все абсолютно безответственны друг перед другом. Еще раз подчеркиваю, абсолютно безответственны, потому что каждый выступающий может снести любую ахинею, что на самом деле и происходит. И когда я, сидя в зале, говорю, что мы какую-то глупость произносите, вы все начинаете обижаться. Я теперь сейчас хочу вам обратить ваше внимание на свойства русского языка. И хотел бы начать это очень необычным способом. С буквы Ж. Вы все представляете, как выглядит русская буква Ж? Вот ее в других алфавитах нету практически. Я должен обратить ваше внимание, что если вы увеличите масштаб буквы Ж, ну, скажем, ну, хотя бы раза в три, то вы увидите, что это не что иное, как фигура Леонардо. Вы поняли или нет? И в этой фигуре Леонардо важнейшими частями является центральный вход-выход. И я хочу обратить внимание, что абсолютно одинаковой важностью обладает не только верх, не только середина, но и низ. И на самом деле эта важность подчеркивается разными способами. Ну, например, я в 2018 году поприсутствовал на конференции, как эти, называются-то, женщины, которые за свою женскую свободу выступают. Феминистки, да. Феминистки, да. Я туда с другой целью шел, но, как всегда, я получил гораздо больше информации, чем рассчитывал. Так вот, значит, эти феминистки, они на самом деле просто мужики. Потому что они все борются против эксплуатации их. Спрашиваются, а кто их эксплуатирует? На самом деле они сами себя воображают эксплуатируемыми. И тут я делаю огромный скачок мыслей. Я хочу обратить внимание, что все живущие люди, еще раз подчеркиваю, все живущие на планете Земля, люди, все, могут говорить, что они эксплуататоры, но они почему-то все предпредставляют говорить, что они эксплуатируемые. Что, видите, мир устроен как-то так, что им плохо, что они там заболели, они там еще умрут, и еще по разным причинам. При этом, на самом деле, мы все, вот в данном случае, я случайно произносил слово мы, потому что я включил сейчас себя в это множество. На самом деле я над этим множеством, я не в нем. Так вот, значит, когда мы... Очень трудно здесь не запутаться. Когда мы... Когда я, вы, 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 то есть каждый живой человек начинает мыкать, это очень не случайно. Это означает, он что-то прячет. А что он прячет? Он может прятать свою неуверенность, он может прятать свою некомпетентность. Ему же... Ни одному живому человеку ведь не придет в голову, начиная с знакомства с тем, что я, знаете, я не знаю этого, 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 этого. И тут работает в отрицательном смысле принцип умолчания, по поводу которого я и написал текст, о чем умалчивает принцип умолчания. Вот если вы вдумаетесь, то совершенно понятно, что умалчивает принцип умолчания об устройстве мира. То есть о всем том, что человек хочет, может знать, но не знает. Вот поэтому я обратил внимание и на букву Ж. У меня здесь и другие есть иллюстрации, связанные с переводом с языка на язык, потому что именно тогда, когда я убедился, что существует алгоритм перевода текста с одного языка на другой, это было в 2014 году. Именно тогда я эту дату и посчитал датой построения модели работы мозга. Естественно, это моя модель. И теперь я перехожу к следующему слову и его корням, его корню и развитию. А именно, автор, вот я выступаю перед вами как автор того, что я хочу сказать. Следующее слово. Авторитет. Вот это как раз то, что означает, что вот если я выступаю и вам это интересно, и вы пытаетесь понять, тогда это означает, что я для вас какой-то авторитет. А если вы пропускаете мимо ушей, вам неинтересно, то я никакой для вас не авторитет. И это совершенно понятно. Я теперь хочу третий термин с этим же корнем. Авторитаризм. Вот он как раз и является основной бедой социума планеты Земля, проистекающей из агностицизма того, кто свой авторитет вознес. Вот это и является причиной начала Третьей мировой войны. Я это предсказал в феврале, то есть в январе 2018 года, когда я написал текст под названием «Биография и деньги», где я показал, что если продавец пользуется правом неограниченного назначения цены на свою продукцию, свой товар, свое сочинение и так далее, то это неизбежно приводит к разрыву отношений между людьми. То есть социум сейчас находится в таком состоянии, из которого не может найти выход. И единственное, что пытаются сделать руководители, это с помощью современных научных средств уничтожения людей заниматься самоуничтожением. Так, вот понятно. Яков Аркадьевич, ну давайте вопросы может быть. Да, давайте вопросы. Я, по-моему, практически все сказал, потому что я могу еще, конечно, добавить кучу интересных подробностей, которые, скажем так, вот против выступающего Бутенко, да, или как? Ну не надо. Зачем против? Я по поводу того, что он же, ну, он, по-моему, даже не важно, кто употребляет сразу выражение «никогда» или тут есть другой любитель аномалии, да, а что такое аномалии, он сам объяснить не может. И когда я ему пытаюсь возражать, говорю, вы же говорите о чем угодно, только вы сами не знаете, о чем вы говорите. ну, это, короче, слово «все», слово «мы», слово «всегда», слово «везде», то есть слова, которые не имеют точного объема, вот ими все спекулянты возле работы мозга и пользуются. Причем пользуются относительно успешно, то есть все деньги уже собрали, а у основных людей деньги исчезли, поэтому деньги уже умерли. Все. Да здравствует смерть денег. Спасибо. Так, спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Вопросы есть? Ну, а раз деньги умерли, что говорит? И люди умерли. Вопросы есть? Вопросов нет. Насчет мозга. А вот этот писатель такой сейчас известный, Сергей Савельев, потом... Но он не писатель, он... Как вы к нему относитесь? Я скажу так, что я с ним солидарен, я с ним намного раньше солидарен, чем он родился. А именно, я, будучи студентом МИФИ, на втором курсе, да, я закончил факультет теоретической и экспериментальной физики. Я хочу подчеркнуть, что теория и эксперимент это альфа и омега вообще получения нового знания. Кто бы там что ни говорил, да. И физика является царицей наук, а математика является царицей информационного обмена. Так вот, я хочу обратить внимание, что когда ну скажем так, почему я теперь всем, кто заинтересованно звонит мне и пытается с меня вытянуть деньги на инвестицию. Я говорю, я зарегистрировался в инвестицию не с целью мне деньги внести, а с целью найти инвестора, который вложит деньги в мой проект. Потому что вот это все полуфабрикатное барахло, потому что мой патент, который называется суперкомпьютер, он как раз максимально релевантен работе мозга. Вот слово релевантен, оно более информационно емкое, чем слово похожее, русское слово. И самая большая беда здесь это непризнание российской среде так, в империи русского языка непризнание слова алгоритм. Это беда, просто беда. Потому что если бы мой патент назывался алгоритм, и так, что там дальше написано, он бы уже был известен всему миру. А поскольку там не слово алгоритм, а слово способ, вот вы подумаете, да, вроде бы абсолютно терминологические синонимы. На самом деле нет. Потому что способ на самом деле в русскоязычной империи языка подразумевает все-таки человеческий масштаб. А алгоритм уже не подразумевает человеческого масштаба. И я хочу именно обратить ваше на то, что мне не удается это показать вам, что на самом деле я потому и выделил себя из 8 миллиардов живущих людей, что я точно знаю, как именно работает мозг, что такое интуиция, что такое здравый смысл, как они между собой вечно борются. И вот скажем так, вот когда началась война на уничтожение всех со всеми, это как раз означает, что эмоции взяли верх над разумом. И я не знаю, чем это закончится, потому что я лично построил свою модель человека, я заявил, в прошлый раз я заявил это, что на самом деле это модель исчерпывающая, потому что она содержит в себе всю историю развития человека. Это не какие-то красивые слова или пустозвонства, это просто надо уметь понять, а никто из вас этого понять не может, просто потому что никто из вас не знает, как работает мозг. Поэтому я заканчиваю, что я не только черниговскую, да ее не надо призывать к суду, ну что такое, она бабушка, она на самом деле очень умело пользуется языком, а у меня главная претензия к основным вершителям судеб, то есть к тем, кто управляет страной, не зная, какие он глупости на самом деле издает в качестве своих распоряжений. Спасибо. Все. Все. Ура.